Привет всем любителям физики и физического эксперимента! С вами Алексей Колчин и мы продолжаем наши летние опыты по физике. И сегодня мы вам покажем опыт, который мы нашли среди старых роликов замечательного американского учителя физики Брюса Яни. И вот перед вами ящик, который висит на веревке, а снизу из него свисает другая веревка. Что же будет, если я за нее потяну? И смотрите, ящик поднимается вверх. Если я отпущу веревку, то ящик возвращается в прежнее положение. Давайте проделаем это еще раз чуть медленнее. Итак, тяну за веревку, ящик поднялся вверх. Что же находится внутри ящика? Вы можете написать об этом в комментариях внизу к этому ролику, а дальше посмотреть, как же на самом деле устроена механизм внутри этого ящика. А теперь открываем дверцу таинственного ящика. И что же мы видим? Простое устройство под названием двойной блок. При этом нижняя веревка намотана на большой барабан этого блока, а верхняя веревка на малый. И когда я тяну за нижнюю веревку, она сматывается с большого барабана и при этом верхняя веревка наматывается на малый. И за счет этого ящик и поднимается вверх. Рассмотрим условия равенства сил и равенства моментов. Ну и при этом будем считать, что ящик поднимается вверх равномерно с постоянной скоростью и пренебрежем трением, которое действует на веревке в отверстиях ящика и трением, которое действует в оси блока. Сила f' направленная вверх уравновешена, во-первых, весом ящика, во-вторых, той силой, с которой мы тянем за веревку. А равенство моментов мы рассмотрим относительно оси блока. При этом плечо силы f' равно r малое, это радиус малого барабана. А плечо силы f равно r большую, это радиус большого барабана. Ну и теперь мы можем подставить f' во второе уравнение из первого. Получим вот такое равенство и отсюда выразим силу f через вес всего ящика. У нас получается вот такое выражение и если подумать, то можно сказать, что если у нас радиус большого барабана в несколько раз больше радиуса малого барабана, то мы даже получим некоторый выигрыш в силе, потому что знаменатель дроби будет больше числителя. А вот еще одно похожее устройство. Тяну за нижнюю веревку и ящик поднимается вверх и кажется, что вообще ящик ползет вверх по одной и той же веревке. Как же устроен этот механизм? Открываю дверцу и внутри нет вообще никаких вращающихся частей. Мы видим здесь, что есть только колечко, которая привязана к верхней веревке, а нижняя веревка пропущена через это кольцо и когда я тяну за нижнюю веревку, то сила передается на крюк и ящик поднимается вверх. Настало время для нашего заключительного вопроса и мы вернемся к схеме нашего первого устройства. Смотрите, если радиусы барабанов будут равны, то у нас происходит деление на ноль и сила, с которой нужно вытягивать веревку, становится бесконечной. А если R большое становится меньше, чем R малое, то сила вообще становится отрицательной. Но, наверное, в этом есть какой-то физический смысл. Какой же именно ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к нашему ролику на ютубе.